Привет из Беларуси! Совсем скоро придет время выбирать семена на следующий сезон. Как мне ошибиться с выбором? Потому что, наверное, каждый побывал в ситуации, когда красивый пакетик привлекает внимание, с ручки сами тянутся, но купить побольше всего-всего. А потом, когда проходят мучительные месяцы выращивания, ухода, ожидания, на свет появляется какая-то неведома зверушка. И совсем не тот эффект, который ожидался. А вот на рынке и в садном центре мы видим ту же самую петунию с большими цветками, граммофонами. Как же правильно выбрать семена? И вообще, где берут такие семена красивых цветов? Должна вас разочаровать, что купить семена хорошие не так и просто. Те, кто занимается выращиванием рассады однолетних цветов, пользуются профессиональными семенами. В мире не так много производителей хороших профессиональных семян. Я назову только некоторые, чтобы, может быть, вы, когда будете искать семена, у вас на слуху были вот эти названия. Итак, Бенари, Германия, Хемдженетикс, Нидерланды, Панамерикам Ситц, Америка, Саката, Япония, Флоранова, Великобритания, Чарны, Чехия, Сингента, Швейцария. Это основные фирмы, с семенами которых пользуются производители рассады. Профессиональные семена упакованы в специальные пакеты. Они все одинаковые и здесь нет таких специальных картинок в каждом из сортов. Но просто покажу вам, что это фольгированный пакет, который закрывается и хранится в холодильнике. Поскольку не все семена используются сразу, если, допустим, тут у нас было 500 штук, могло что-то остаться. Вот это дрожжированные семена питунья. Они выглядят вот так. И, конечно, такие семена легче посадить, чем... Сейчас покажу вам семена питуньи. Не дрожжированные. Вот, смотрите. Конечно, есть разница. И разница даже, вот лично для меня, не в том, что посыпал и не видно, а в том, сколько ты конкретно посадил. Можно отсчитать, там, допустим, 100 штук, 200 штук. Вот тут не отсчитаешь, конечно, никак. Сколько уже набрал в пальцы, столько и посеял. Кроме того, в основном упаковки идут по 250 штук. Конечно, обычному садоводу ни к чему покупать такую упаковку. Самая маленькая в просиняных семенах упаковка – это 100 штук. В основном это питунья ампельная. Это какие-то там гацанния, что-то такое. Есть еще семена тысячники. Вот они приходят сразу от производителей. И уже фирма не пакует их вот в такие пакеты. Сразу идет упаковка тысячная. Значит, здесь, допустим, я вам сейчас покажу. Вот лобелия в мультигранулах. Мультигранулы. Это значит, что в одной штучке где-то 10-15 семян. Это очень удобно, потому что лобелия настолько мелкая, что ее сразу пикируют кустиками и продают кустиками. Поэтому вот лобелия у нас в мультигранулах. Она очень мелкая, мельче, чем питунья. И вот алисум. Я вам покажу. Он тоже в мультигранулах. Тоже несколько штук. Штук 12-15 в одном. Это уже покрупнее семена. Такие семена уже можно взять, конечно, в руку и посадить. Что удобнее? Вы знаете, удобнее, конечно, гранулы. Гранулированные семена покупать, если будете брать. Особенно такие, как питуньи семена или лобелия семена. Но я, допустим, беру и те, и другие, если вот нету в гранулах, я беру и простые. Потому что просто семена быстрее всходят на пару дней. Гранулированные дольше. Им нужно еще подождать, пока растворится оболочка, пробить эту оболочку. Поэтому всходят они чуть позже. Но это все не критично. И, в общем, особой разницы нет. А разница только в удобстве. В профессиональных семенах важно не только то, что получаешь, что заказывал. Но и то, что схожесть, сила роста, энергия роста там гораздо выше, чем в обычных семенах из цветных пакетиков. Ну и еще, если написано 98% схожести, значит так оно и есть. Конечно, покупать такие большие партии профессиональных семян смысла нет. Обычному садоводу. Но сейчас есть такой вид бизнеса, когда интернет-магазин занимается продажей именно профессиональных семян в маленькой упаковке. Обычно это кратно 10. Поэтому можно поискать те интернет-магазины, что находятся ближе к вам, и заказать профессиональные семена цветов. Потом посадите и сравните, что получится. Ну, а я вам желаю удачи. До свидания. Надеюсь, до скорого. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...